отлично все я тогда начинаю будем пунктуальными слава богу что сейчас я уже поняла как работает вся эта система прямой трансляции вот и могу значит не отвлекаться на на всякие технические вопросы я еще раз представлюсь для тех кто меня может быть не помнит и не знает меня зовут виктория науми андрашкина я личный персональный и бизнес коуч обладаю тремя дипломами два испанских и один по системе цака пентасевича и моя специализация заключается в том что я помогаю людям изменить свою жизнь профессию найти себя реализовать себя заработать больше потерять страх потери работы или потери денег моя первая консультация бесплатно и мне всегда очень нравится проводить параллель между тем как древняя мудрость сейчас стало вышло мы мы имеем все доступ к ней я позже объясню еще почему брал благодаря большим того кстати и когда и как мы ее используем в современном мире и в частности в коучинге я всегда если вы заметили провожу параллель с моей работой ну а сегодня мы продолжим разговаривать о великом праведнике цадике рави израэле большом тови он родился как мы помним 18 илуда 1698 восьмого года и его приход сюда в эту в наш физический мир он был далеко не случайным потому что еврейский народ в то время и в на той территории со времена территории современной украины находился в очень сложнейших условиях убилась велась война начиная 1620 года за эти территории то есть на территории эти где родился большим то претендовал осмальск османская империя там были задействованы интересы польши польской короны россии украины вот и почему приходит большим тоф считается что в секретных писаниях в кавале говорится о том что большим тоф уже выполнил свою работу ему не нужно было приходить сюда на землю он уже был в небесных сферах вот но его попросили именно прийти в этот момент чтобы помочь украинским евреям потому что они ходили находились в очень печальном состоянии почему потому что вот многие люди считали что вот эти вот военные действия не прекращающиеся вся ситуация это как раз было признаком прихода мессии и когда появился лжемессия шаптай цви его приняли и пошли за ним очень очень многие и он увел из иудаизма очень многих евреев и сразу же после этого или может быть можно сказать что как следствие этого богдан хмельницкий буквально практически вырезал еврейское население сот сотни еврейских мудрецов и праведников унесли с собой в могилу свою мудрость были уничтожены с центре еврейской культуры еврейской учености и малообразованный народ жил среди крестьян деревнях на хуторах был практически потерян то есть еврейство находилась на грани уничтожения вот и вот в эту сложную эпоху приходит большим то с определенным заданием главным его принципов это принципа всей его жизни это была любовь он обращался именно к простым людям сам он был очень скромным человеком настолько скромным что его его ему были близкие нужды простых людей он понимал их он понимал что им нужно а что нужно простому человеку любому человеку нужна поддержка в его тяжелой жизни вот и очень интересно что вот эти вот тайные знания были открыты буквально с детства большим того 18 лет он был признан главой тайного собрания каббалистов и праведников но открылся открыл себя всем людям как праведник только в 36 лет почему вот из-за этой своей скромности когда он получил эти великие знания практически в его жизни ничего не изменилось он мог бы пойти к раввинам как последовательным указать на их ошибки что они могли бы поменять что могли бы из изменить в лучшее как было как можно могли бы поступить правильнее он даже знал как привести мессию но он думал что если все это он сделает откроется то его будут восхвалять а вот такое восхваление было очень противно его природе его натуре мы знаем да я вам рассказывала что к нему приходили каббалист адам большим и древний пророк ахия ашелоне и говорили ему об этом говорили что его учили что как своей скромностью он может спасать людей именно своей скромностью научили вот так же общаться с простыми людьми не теряя вот этого двигута состояния слияния с богом позже в своих письмах большим тоф писал что он глубоко ошибался во многих вещах когда был молодым ну лучше поздно чем никогда и он смог исправить свои ошибки вот большим штоф утверждал что смиренная жизнь простого человека в глазах бога намного намного ценнее чем в жизнь высокопоставленного какого-нибудь талмудиста которые даже времени не имеют на то чтобы обратиться к богу а только целый день заняты тем чтобы изучать талмуд да он видел в людях только достоинство и и не обращал совершенно никакого внимания на на недостатки людей и сейчас хотел вам рассказать ту притчу которая рассказывал большим стов о двух людях которые были соседями один был очень образованный талмудист который изучал с утра до вечера до ночи тору молился в синагоге а сосед его было обыкновенным бедным ремесленником и вот каждое утро они встречались около ворот и талмудист думал он снисходительно смотрел на бедняка и его мысли были приблизительно такими владыка вселенной посмотри вот на этого несчастного да вот он встает рано а что он делает ничего не делает он не не учит тора а вот я я учу тору с утра до ночи я молюсь в синагоге вот ради чего он встает не кто-то прервалась по-моему все нормально да в это время ремесленник глади глядя на ученого талмудиста думал о том что вот он к сожалению вниз не изучает тору а идет работать и глубоко сокрушался по этому поводу прошло время и эти два человека умирают в приблизительно в одно и то же время и встречаются на небесном суде и перед судом предстает праведник не праведник а ученый талмудист и начинает вести речь в свою защиту рассказывает о том что вот он пришел наверх поднялся принес с собой все выученное им говорил о том что он служил создателю днем и ночью изучая ходя в синагогу но тут вмешивается ангел обвинитель и говорит что этот человек каждый день высокомерно ухмылялся встречая соседа бедного человека который вынужден был работать все время и вот положили на весы все заслуги талмудиста в его изучении и вот эту вот ухмылку усмешку и перевесила на весах усмешка ему был вынесен обвинительный приговор доходит очередь до ремесленника встает ремесленник и что он может сказать он говорит что у меня не было времени чтобы посвящать свою жизнь изучению и молиться в синагоге потому что я должен был обеспечивать свою семью и здесь встает ангел защитник заступник и выступает его защиту и говорит о том что каждый день встречая талмудиста этот человек тяжело вздыхал сожалея что он не учит тору и не выполняет долго перед всевышним ну и опять таки поставили положили на весы от его жизни рабочую что что он делал все же все время работал и вот это вот это вот сожаление его раскаяние в том что не изучал и перевесила перевесила его раскаяние и его помиловали то кстати вынесли ему как сказать оправдательный оправдательный приговор да вот важнейшим принципом в учении большим того было то что он имел всегда рассказывал что во всем есть божественное проведение что ничего в нашей жизни не происходит просто так даже падающий листик он имеет какое-то предназначение как-то они шли с большим то в шоу со своими учениками и карас перед ними упал листик с дерева небольшим то объяснял что что не случайно упал налетел ветер сорвал этот лист этот листик упал прикрыл какого-то жучка или паучка и спас его от птицы там или или от ветра таким образом все в этой жизни случайно и опять хотелось бы провести это как параллель урок для нас очень часто в наших у нас возникают ситуации которые в общем тяжело нам принять как что-то да как ситуации которая нам приходит от бога у нас очень много сложности может возникнуть жизни мы не понимаем почему иногда даже начинаем обвинять всевышнего как так а почему я так вот ничего случайно просто так не бывает об этом учил большим то в тот момент когда к нам приходит какое-то испытание или трудно ситуация мы может быть не можем видеть чем она закончится но если мы будем уверены в своем сердце что она дана эта ситуация нам дана на благо то действительно она будет нам дана на благо и очень часто если вот вы подумаете о чем-то о каких-то своих событиях прошедших несколько лет назад когда действительно вы думали о том что а и как нехорошо как мне плохо да а сейчас вы понимаете что если бы не эта ситуация может быть вам сейчас не было бы так хорошо как раньше было плохо так скажем вот еще большим тоф говорил о том что вы си в соединении с богом может происходить не только благодаря глубокому изучению а именно а благодаря искренней молитве если человек если молитва идет от всего сердца если она если мы говорим нашу молитву с воодушевлением то эта молитва она поднимается над физическим миром она понимает поднимается над над физическим телом и она доходит до до создателя и поэтому если мы хотим соединяться с богом нам необходимо молиться от от чистого сердца и самой глубины души вы знаете из прошлых лекций а также рассказывал как молился большим тофда что он отрывался выходил из своего физического тела возносился наверх и узнавал великие тайны может быть даже еще до сих пор мы не можем узнать эти тайны а он их знал и вот в одном из письме своему ученику раву гершину и скутово помните это его был шурин брат его жены а вот он писал ему что когда он вознесся возносился на небеса и разговаривал с ма с миссией с машехом спросил у него когда же он придет и машех ответил ему что я приду тогда когда твои источники разольются вовне вот такой он дал ему ответ и поэтому мотивом всей деятельности большим того было распространять хасидизм как избавление посмотрите что происходит сейчас да что действительно эти источники большим того разливаются все больше и больше у нас есть такой доступ ко всей информации то есть если раньше даже мы 10 лет назад мы не могли бы себе представить о том что могли бы узнать то что можем узнать сейчас это как раз вот это вот начал открытие этого источника и начал большим тоф и мы все больше приближаемся к приходу маши их а потому что его учение его знание распространяются все больше и больше и также большим тоф утверждал что простому человеку человеку не только нужен раввин но и нужен цадик который обращается к сердцу человеку цадик знает что нужно простому человеку и заботиться о людях и поэтому когда мы обращаемся к цадику и он в свою очередь обращается к богу и просит его за нас вот поэтому я из самого начала вот этот серию 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 рассказов о о великих цадиким и духовное воздействие большим того оно было действительно очень огромным оно изменяло реальность то есть большим тоф он исцелял людей больные люди получали многие многие годы жизни здоровья бездетные пары получали детей вот хочу рассказать вам историю одну про про старого еврея который начал иметь ребенка но не имели они детей с женой и вот он приходит к большим тофу и стал его просить о том чтобы большим тоф сделал такое чудо они смогли иметь ребенка большим тофу ничего не ничего ему не пообещал но потом смог ему сказать что да уверить его что да у тебя будет ребенок и когда этот старый еврей пришел к большим то вы сказать ему о радостной вести что его жена забеременела большим тофу плакал и мужчина спрашивает а в чем дело я тебе принес такую радостную вещь почему ты плачешь большим тоф говорит ему ты знаешь тебя родится сын но дело в том что в 13 лет когда подойдет время его бар митвы он он умрет в воде вот и какой же выход тогда можно было найти за это положение я тебе помогу если ты сможешь уберечь своего сына не пустить его к воде тогда он может остаться жить но ты же конечно же забудешь за 13 лет но я тебе дам знать что когда твой сын оденет на одну ногу два носка и будет искать второй носок это будет тебе знаком о том что вот вот свершается ну вот так и произошло рождается сын у счастливой семьи все эти годы 13 лет были очень счастливы наступает день бар митвы и сын собирается на праздник начинает одеваться и одевает на две ноги один носок и начинает искать по всему дому второй носок куда пропал исчез куда-то и здесь отец вспоминает конечно же он забыл и вспоминает то что ему сказал большим тоф что этот день именно настал быть осторожен то есть он закрывает своего сына в комнате на замок и весь день его никуда не выпускал сын рвался стучал дверь ничего не понимал просила отца пожалуйста выпусти сидеть в душной комнате это было как раз жаркое лето все пошли на речку купаться а он остался дома ну и таким образом вот он был спасен вот у нас уже прошло двадцать минут под практически и я к сожалению должна закончить я хотела сегодня закончить наши уроки про большим того и начать уже другого рассказы про другого целика но вы знаете я бы хотела вам еще рассказать и наверное давайте следующий раз мы продолжим уже тогда закончим рассказы о большом то и хорошо я надеюсь что вам понравилось сегодняшняя моя лекция и как всегда жду ваших отзывов ваших пожеланий или ваших вопросов желаю вам всего доброго дорогие мои зрители и надеюсь что следующий вторник мы с вами также сможем увидеться и продолжить узнавать интересные вот рассказы о большом то и до свидания